Турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси стал также доброй традицией. Соревнования проходят в Минске уже в 11 раз и всегда в рождественские праздники. Интрига состязаний с каждым днём только накаляется. Некоторые ледовые дружины уже обеспечили себе досрочный выход в финал. Так команда президента Беларуси стала недосягаемой для соперников после уверенных побед над Словаками и командой Объединённых Арабских Эмиратов. Также досрочную прописку в финале получила команда России. В первый день турнира она праздновала победу над соперниками из Финляндии, а накануне в сухую разгромила хоккеистов Германии. Ну а сегодня команды сражаются за оставшиеся две путёвки в финал. Впрочем, все подробности нам расскажет наш корреспондент Ольга Петрашевская, которая следит буквально за каждой забитой шайбой. Ольга, здравствуйте. Смогли ли сегодня цифры на табло удивить в сравнении со вчерашними? Добрый день, Жан. Действительно, вы абсолютно правильно заметили. Итоги вчерашних ледовых баталий были, мягко говоря, очень впечатляющими. Причём в обеих группах, судите сами, Словакия-Швейцария 8-2, Финляндия-Латвия 11-4, Россия-Германия 12-0 и, наконец, победа команды президента Беларуси над дружиной из Объединённых Арабских Эмиратов со счётом 12-4. Да, команде из ООЭД действительно приходится непросто, но после вчерашнего поражения в матче с нашими хоккеистами, игроки из жаркой страны, похоже, гораздо крепче схватились за клюшки в сегодняшнем матче со Словаками. К окончанию первого периода счёт был 2-0 в пользу дружины Эмиратов. Словаки были настолько расстроены, я бы даже сказала, сконфужены цифрами на табло, что даже не вышли к журналистам в перерыве, но потом собрались и начали буквально расстреливать ворота противника. Финальный счёт 7-3 победили словацкие хоккеисты. И сейчас я предлагаю насладиться самыми зрелищными моментами сегодняшнего поединка. Финальный счёт 7-3 победили словацкие хоккеисты. Как видим, не получилось у команды из Объединённых Арабских Эмиратов удивить сенсационными результатами, но справедливости ради замечу, что и соперники этой дружине доставались более чем серьёзные. Наши хоккеисты в фаворитах турнира. Команда Словакии будет бороться за бронзу первенства, за то с игроками из Швейцарии. В первый день соревнований команда ОАЭ сыграла в ничью, причём забросив оппонентам не одну, две, а шесть шайб. Для дружины новичка не самый плохой результат. Хоккеисты из Эмиратов впервые на рождественском турнире. Но, как признали сами игроки из жаркой страны, они надеются, что участие их команды в неофициальном чемпионате мира среди любителей станет традицией. Для нас это большая радость, участвовать в таком тренировании. Мы надеемся, что мы в следующий год и в следующие годы будем тоже участвовать в такой турнире. Страшная игра, говорит, вчера была очень тяжёлая команда, и очень скоро они быстро играют. Сегодняшняя она как-то более легче. Очень понравилось это для нас, как первый раз играем против такой команды, и она очень такая сильная команда. Ну а в эти минуты на льду Чижовка-арена сражаются команды Германии и Финляндии. И, кстати, скандинавские хоккеисты уже пять раз становились бронзовыми призёрами рождественского турнира. Зато наша команда, команда президента Беларуси, уже однозначно будет бороться за золото нынешнего первенства. А после вчерашней победы над дружиной из Объединённых Арабских Эмиратов, наши белорусские хоккеисты досрочно обеспечили себе выход в финал. Но так или иначе, впереди сегодня вечером здесь, во Дворце спорта, ждём ледовой баталии с дружиной из Швейцарии. Наши хоккеисты будут сражаться со швейцарцами, и мы будем, конечно, как и все болельщики, надеяться на продолжение победной серии. Жан, не сомневаюсь, что вы сегодня тоже будете во Дворце спорта? Несомненно. Ольга, сразу после эфира я приеду во Дворец спорта, и если вам не трудно, займите мне место поближе к ледовой площадке. На прямой связи со студией была наш корреспондент Ольга Петрашевская. Рождественский турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси продолжается. Редактор субтитров А.Семкин